Мы это можем делать с нашими стандартными захватами, с которыми мы делали вот первый гайдпул. Только теперь вместо движения, да, с места здесь, мы хотим его немножечко покрутить. Закручиваться я начинаю в ту сторону, куда я буду кидать ногу. То есть я буду кидать вот эту ногу. Соответственно, закручиваться я буду в эту сторону. Очень важно. Я хочу сделать темповое закручивание. Для чего? Чтобы максимально его разогнать. Потому что если я сделаю вот это, он тогда вернется. Это не темповое закручивание, да. То есть я беру, я начинаю двигаться, 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 двигаться. Вот я двигаюсь по кругу вокруг него, да. Очень важно. Я стою нормально, я к себе его не притягиваю. То есть вот я стоял, я его закручиваю. Я так же кидаю эту ногу, как мы кидали до этого. Только теперь я кидать буду ногу не сюда, не в ногу, не в таз. А я буду кидать свою ногу вот сюда, в пространство за его подколенным сгибом. Падать я буду точно так же на вот этот бочок. А вот второй ногой я буду работать его вторую ногу. Сейчас я покажу, объясню. То есть вот мы встали, мы крутимся, крутимся, крутимся. Сейчас, еще разочек, чтобы видно было. Крутимся, крутимся, крутимся. Я кидаю ногу, видите, я начинаю закручиваться сюда. То есть я закручиваюсь, и в момент закручивания я буду брать вот этот крючок. Вы сейчас заметили, что прогресс закручивался, его немножко закручивало вместе со мной. Обратите внимание, когда его закручивают, всегда остается под атакой внутренняя сторона ноги. То есть если я упаду просто фронтально, он с ногами встает ровно фронтально, то эта сторона будет закрыта, да? А когда мы закручиваемся, у меня есть шанс успеть и в движении сработать здесь. То есть его растянуть, поставить его в неудобную позицию. Еще раз. Чем ниже я стою, тем приятнее мне будет падать. Если вы будете падать отсюда, вы будете немножко себя отшибать. Да, ребра. Поэтому вот мы низко стоим. Мы двигаемся, двигаемся. Пум. Вот. Видите? Я хочу, чтобы после гаспула моя позиция была максимально удобной для меня, максимально атакующей и неудобной для него. Как обычно люди пуляют в ларию. Ну иди сюда, блядь. Вот. Обычно люди такие. Да, вот это вот. Человек не подходит, фронтально стоит, и у него в доступе ваши ноги, он начинает их убирать. Да, то есть. И вы мучаетесь. Чтобы этого не допустить, я закручиваю человека, и пока он за мной доворачивается, охочусь за этой стороной, чтобы его толкнуть. В итоге я на земле, а человек вместо вот такой собранной позиции, вот в такой. По-моему, всем очевидно, что это не очень удобная рабочая позиция. Да, еще раз. Важно, не надо головами вот так вот вставать. Вот. У нас руки жестко, да, мы друга немножко боимся, да, то есть вот. Мы двигаемся. Я могу, да, обманул. Двигаюсь, двигаюсь. Ум. Вот. У меня человек с самого начала растял умный. Да? Извините, что я не могу его закрутить в камеру. Нормально. Да? Разумеется, это не стоп-позиция, да? То есть я последовательно не буду лежать такой. Я буду развивать атаку, но мне сделать атаку будет гораздо легче, потому что я своим движением, своим гарпулом разрушаю его позицию. Еще разочек. Мы здесь. Мы двигаемся, 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 двигаемся. Пум. Вот. Да, я могу сразу же искать треугольники здесь, потому что он растянутый, ему тяжело. Искать свипы. Искать какие-то другие атаки. Понятно? Взяли захватики, закручиваемся. Ножку за ножку. И пока он за нами доворачивается, второй ногой толкаем в ногу. Чтобы человека растянуть. Крючок под ногой какой-то четкий можете сейчас не брать. Главное, чтобы вы сейчас ногой сработали в ногу. Потому что у нас много новичков. Двою вообще никогда не видел. Но толкать ногой в ногу, думаю, все смогут. Все понятно? Поехали. У вас может стать такая же судьба палец в жопе для поправления копчика, поэтому... Это достаточно мотивация, чтобы вы на бедро падали, не на жопу, да? Вы должны верить в свое движение, потому что если вы сами не верите в то, что вы делаете, ваш сепень тоже не проверит, у вас на выходе херня получится полнейшая.